Ну а далее мы с вами сможем сделать уже вот такую сверхпрочную пластину, как раз таки из которой мы сможем потом делать уже наши ракеты. Вот и как раз таки на эту взлетную площадку мы уже будем с вами устанавливать нашу ракету и забираем нашу ракету первого уровня. Звук такой, дым идет просто вообще и мы начинаем взлетать. И всем привет друзья, с вами Картофан и это первая часть гайда по моду Galaxy Craft на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы начинаем. Этот мод добавляет новые виды рут, при помощи которых потом мы сможем сделать новые приборы, построить ракету, улететь в космос на другие планеты, либо же даже построить собственную космическую станцию. В космосе мы сможем путешествовать на багги и также добывать ресурсы при помощи астрономического шахтера. И также он добавляет множество всего другого, о котором я вам расскажу в этой серии гайдов. Но начнем и давайте с генерации. Первое что добавляется это нефть, вы сможете найти в пещерах и в итоге добыть при помощи ведра и потом переработать в топливо. Далее добавляется 4 вида рут, это медная, оловянная, алюминиевая и также кремниевая руда. Медная, оловянная и алюминиевая у нас добываются в виде рут, а вот когда вы сломаете кремниевую руду, вам выпадет вот такой вот неочищенный кремний. Также медную, оловянную и алюминиевую руду вы потом сможете переплавить в слитки. По генерации в общем-то это все, также у нас генерируются новые миры, это у нас получается что Луна, Марс, Венера и Меркурий, если я не ошибаюсь, это все. Но об этом все мы поговорим уже в следующих частях. Ну и первое что вам понадобится сделать это угольный генератор. Этот мод у нас добавляет новый вид энергии, это Galaxy Craft Jolie и как раз таки этот угольный генератор и будет вырабатывать эту энергию. Он у нас будет делаться из трех медных слитков, четырех железных слитков, печи и также алюминиевого провода. Алюминиевый провод у нас делается из трех алюминиевых слитков и шести шерсти. Давайте мы возьмем наш угольный генератор, также уголь, ну и провода. Так давайте мы его поставим и вот так он будет у нас выглядеть. У него есть только один выход, это вот с этой вот стороны, здесь как можете заметить такая вот дырочка. Мы можем в него зайти и положить сюда наш уголь. И как можете заметить все у нас нагревается и потом будет уже создавать энергию. Сейчас вот он нагревается и все, создается энергия. И чтобы ее отсюда доставать нам нужно будет как раз таки к вот этому вот выходу поставить провод и поставить сюда блок какой-то, который будет потреблять эту энергию. Ну и следующий блок, который нам нужно будет скрафтить, это у нас такой будет прибор-производитель микросхем. Он у нас как раз будет работать на нашей энергии. Он у нас делается из двух алюминиевых слитков, рычага, двух кнопок, печи, редстоунового факела и также двух алюминиевых проводов. Давайте мы возьмем и также давайте мы с вами возьмем алмаз, неочищенный кремний, редстоун, редстоун и факел и также вот такую вот основную полупроводниковую пластину, которая у нас как раз таки делается в этом производителе микросхем. Она делается у нас из алмаза, двух неочищенных кремния, редстоуна, редстоуновского факела и также получается, что мы получаем с вами три вот таких вот основных полупроводниковых пластин. Но мы давай сейчас как раз посмотрим как их делать. Для этого нам нужно будет поставить наш вот этот вот производитель микросхем и причем нужно будет поставить нужной стороной, потому что у него вот здесь вот получается, что вход только с этой стороны. С другой стороны он никак не будет контактировать с проводами. Мы можем в него зайти и как можете заметить он во-первых будет хранить у нас 16 тысяч галактикрафт джоулей и смотрите сюда вы можете положить батарейку для того, чтобы запитать этот производитель микросхем. Но мы уже запитали с вами вот этим вот проводом и получается, что нам сюда ничего не нужно будет класть. А здесь мы будем уже выкладывать наш крафт, то есть в нашем случае если мы хотим с вами сделать основную полупроводниковую пластину, мы сюда кладем алмаз, сюда два неочищенных кремния, вот таким вот образом, сюда редстоун и сюда редстоуновский факел. И у нас начинается крафт и у нас сейчас появится здесь получается, что три основные полупроводниковые пластины. И сейчас у нас уже вот скрафтилось получается, что наша пластина. Потом эта штучка нам понадобится для следующих крафтов. И дальше нам нужно будет сделать вот такой вот компрессор, в котором мы сможем делать уже специальные пластины для следующих крафтов. Давайте мы возьмем наш компрессор, также возьмем железный слиток и уголь. И давайте мы поставим наш вот этот вот компрессор куда-нибудь вот сюда вот и зайдем в него. Он у нас будет работать на угле, то есть давайте мы сюда положим уголь, и здесь нам нужно будет выкладывать крафт, здесь мы сможем, как я уже сказал, делать пластины, и смотрите, сколько у нас всего есть пластин, то есть вот у нас есть сжатая медь, сжатая олова, сжатая алюминий, сжатая сталь, сжатая бронза, сжатые железы и так далее, здесь у нас есть также уже сверхпрочные пластины для как раз-таки наших ракет. Но мы давайте сделаем, допустим, сжатое железо, оно у нас делается вот таким вот образом, просто кладем вот так вот два железных слитка, и у нас получается, что они компрессируются и делается железная пластина, ну то есть сжатое железо, оп, и вот он, наше сжатое железо. Также мы здесь можем делать уже сжатую сталь, она у нас будет делаться из одного сжатого железа и также двух угля, и также мы здесь можем делать сжатую бронзу, она у нас делается из сжатой меди и также сжатого олова, все также в нашем компрессоре. Но дальше давайте мы сделаем уже продвинутую полупроводниковую пластину, она у нас сделается из алмаза, двух неочищенных кремния, редстоуна и также вместо редстоуновского факела нам нужен будет повторитель. Так давайте мы получается возьмем наш производитель микросхем и выкладываем сюда наш крафт, то есть вот так вот все мы выкладываем и сейчас получается что мы с вами скрафтим вот такую продвинутую полупроводниковую пластину, которая нам потом тоже понадобится для крафтов. И вот она, мы уже получаем с вами только одну штучку. Но далее я вам советую сделать электрический компрессор. Он будет все так же выполнять свои те же функции, но он будет уже работать на электричестве. Он у нас делается из четырех сжатой стали, сжатого олова, компрессора, двух алюминиевых проводов и также продвинутой полупроводниковой пластины. И кстати компрессор у нас делается из наковальни, шести алюминиевых слитков, медного слитка и также основной полупроводниковой пластины. Давайте мы его возьмем и посмотрим как он будет работать, а точнее на его интерфейс Вот как вы можете заметить у него также здесь есть одна дырка для входа И как вы можете заметить здесь у нас просто убрался слот куда мы можем класть уголь Добавился слот для аккумулятора и здесь мы сможем получать все также наши пластинки Но далее мы с вами сможем сделать уже вот такую сверхпрочную пластину как раз таки из которой мы сможем потом делать уже наши ракеты Она у нас делается из двух сжатой стали, двух сжатых алюминия и также двух сжатых бронзы И мы с вами получим целых две сверхпрочных пластины Давайте мы с вами попробуем это сделать Так, заходим в наш электрический компрессор и выкладываем наш крафт То есть вот таким вот образом мы все выкладываем И сейчас у нас уже начнется крафт И сейчас мы с вами получим две сверхпрочные пластины Как вы можете заметить, этот электрический компрессор работает в два раза быстрее То есть мы делаем уже в два раза больше, нежели в обычном компрессоре Но далее я вам советую сделать вот такое вот хранилище энергии Для того, чтобы ваша энергия где-то скапливалась Оно у нас делается из шести сжатых стали и также трех аккумуляторов Аккумулятор у нас делается из пяти сжатого олова, редстоуна и также угля Давайте мы возьмем наше хранилище, также аккумуляторы И поставим наше хранилище энергии У него есть как вход, так и выход То есть смотрите, здесь у нас стоит наш угольный генератор И вся энергия, которая будет в нем генерироваться Будет сначала приходить в наше хранилище энергии А хранилище энергии будет уже отдавать все дальше Вот, как вы можете заметить, в нашем хранилище энергии здесь будет скапливаться полмиллиона галактикрафт джоулей. Здесь, как вы можете заметить, есть такие вот слоты для наших аккумуляторов. То есть здесь, смотрите, мы сможем заряжать наш аккумулятор, вот здесь вот, а вот здесь мы сможем отдавать нашу энергию, то есть вот так вот. Далее наш мод также добавляет вот такой вот гаечный ключ, он у нас делается из сжатой стали и также двух сжатых бронза. Давайте мы его возьмем и посмотрим, что он делает, а он будет просто вертеть наши приборы. Для того, чтобы их не ломать, а просто так вот вертеть и нужными отверстиями все ставить. Кстати, хотелось бы сказать, что на нашем вот этом вот хранилище энергии есть такой вот индикатор нашей энергии, то есть сколько в нем хранится. Если будет все полностью заполнено, то эта шкала будет полностью здесь все заполнять. Вот, ну а далее также я вам советую сделать вот такую вот электропечь. Она у нас будет потреблять 900 галактикрафт джоулей в секунду. Она у нас делается из пяти сжатых стали, одной печки, двух сжатых алюминий и также одной основной полупроводниковой пластины. Давайте мы возьмем нашу печку и поставим, допустим, вот здесь вот. Она у нас будет, как вы могли догадаться, работать на электричестве и она будет у нас просто быстрее все переплавлять. Давайте мы возьмем, допустим, железо, посмотрим, как это все будет. И вот так вот она у нас будет переплавлять все. Ну а далее мы уже переходим с вами к ракетостроению. А именно мы сначала сделаем, давайте, взлетную площадку. Она у нас делается из трех сжатого железа и также трех железных блоков. Мы с вами получаем 9 взлетных площадок, как раз таки сколько нам нужно для нашей структуры. И давайте где-нибудь здесь вот в сторонке мы с вами поставим нашу взлетную площадку. Она строится следующим образом, вот так вот 3х3. И если вы все сделали правильно, тогда у вас... Так, давайте заново построим. Тогда у вас, смотрите, вот здесь мы ставим последний блок. И вот здесь вот в серединке поднимается вот так вот на один пиксель. Значит, вы все сделали правильно. Вот, и как раз таки на эту взлетную площадку мы уже будем с вами устанавливать нашу ракету. Но для того, чтобы ее скрафтить, нам понадобится специальный верстак НАСА. Он у нас делается из четырех сжатых стали, также двух рычагов, рестауновского факела, продвинутые полупровняковые пластины и также верстака. Давайте мы возьмем наш верстак НАСА и поставим куда-нибудь... Не знаю, давайте вот сюда вот куда-нибудь мы его поставим. И вот так он будет у нас выглядеть. Довольно-таки интересно. Здесь у нас такие типа манипуляторы. И мы сможем в него зайти, и здесь у нас будет написано ракета первого уровня. И здесь мы будем выкладывать наш крафт ракеты. Также мы сможем сделать вперед. Ну а здесь нам нужно будет добавлять новые схемы для наших крафтов. То есть мы сможем сделать ракету второго, третьего уровня. Также мы сможем сделать, получается, что наши баги. И также астрономический шахтер. Вот, ну а теперь давайте посмотрим, как же скрафтить ракету первого уровня. А для этого нам понадобится головной обтекатель. Он у нас сделается из трех сверхпрочных пластин и также рестаун факела. Также нам понадобится четыре ракетных стабилизатора. Они у нас сделаются из четырех сверхпрочных пластин и также двух сжатых стали. Далее нам понадобится ракетный двигатель первого уровня. Он у нас делается из четырех сверхпрочных пластин, огнива, кнопки, медной или же оловянной канистры. И также вентиляционного клапана. Медная и оловянная канистры у нас делаются из семи олова, либо же меди. А вот вентиляционный клапан у нас делается из трех сжатого олова и также сжатой стали. Также для нашей ракеты нам понадобится 8 сверхпрочных пластин и желательно 3 сундука для того, чтобы переносить вместе с нашей ракетой ресурсы. Давайте мы все это возьмем и пойдем в наш верстак НАСА. И следующим образом нам нужно будет все выложить. Сюда мы кладем, получается, что наш головной обтекатель. Здесь будут располагаться наши ракетные стабилизаторы. Здесь будет располагаться наш ракетный двигатель, а все остальное займут наши сверхпрочные пластины. Далее сюда мы желательно кладем сундуки. Я думаю, что они очень дешевые, поэтому вам не составит труда их сделать, а они могут вам решить очень многое. Вы сможете вместе с вашей ракетой переносить множество ресурсов. И забираем нашу ракету первого уровня. Теперь мы сможем ее взять в руки, и это будет выглядеть примерно вот так вот. У меня стоит мод MOBENDS, поэтому я вот так вот ее ношу, но вы скорее всего будете ее носить будто бы над собой. То есть вы будете руки над собой вот так вот вытягивать и носить ее вот таким вот образом. Вы сможете поставить на взлетную площадку, ПКМ. Она у вас из рук уберется, и вот так вот она будет выглядеть на нашей взлетной площадке. Вы сможете в нее сесть, но вы не сможете взлететь, потому что у вас не будет топлива. И давайте же мы это теперь исправим. И для этого вам понадобится сделать сначала очистительный завод. Он у нас сделается из двух медных канистр, двух камня, двух сжатых стали и также печки. Давайте мы ее возьмем, и также нам понадобится нефть. Давайте мы поставим наш очистительный завод. Допустим, давайте вот здесь вот. И давайте мы в него зайдем. Он у нас будет требовать, во-первых, электричества. Во-вторых, мы сюда кладем нашу нефть. Сюда, то есть мы должны будем класть наши ведра нефти. Я буду класть вот таким вот образом. Вот, допустим, мы положили с вами 4 ведра нефти. Далее вам нужно будет сюда подать электричество. А здесь справа вы будете уже получать ваше топливо. То есть вы сюда будете класть ведром, и ваше ведро будет заполняться топливом. Давайте мы подадим электричество, допустим, при помощи бесконечной батарейки, которая доступна только в творческом режиме. Вот так вот, хоп. Получается, что наш очистительный завод здесь будет хранить 16 тысяч галакти крафт джоулей. И он начинает работать. Как вы можете заметить, здесь у нас потихонечку наше топливо прибавляется. И когда здесь будет тысяча топлива, наше ведро заполнится. Но на самом деле сюда надо класть не ведро, это я сделал ошибку. А сюда вам нужно будет класть вот такие вот пустые жидкостные капсулы. Они у нас делаются из шести сжатого олова, сжатой стали, стекла и также оловянные канистры. Так вы сюда это кладете. И как вы можете заметить, у нас здесь даже наши канистры уже начинают понемножечку заполняться. И получается, что для того, чтобы наша ракета смогла нормально полететь и вернуться, нам нужно будет целую канистру нашего топлива. Но как же заправить нашу ракету, спросите вы. А для этого нам нужно будет еще один блок сделать. И это у нас загрузчик топлива. Он у нас делается из пяти сжатой меди, оловянной канистры, двух сжатого олова и также основной полупроводниковой пластины. Давайте мы возьмем и также полную канистру топлива возьмем. И нам нужно будет его поставить куда-нибудь вплотную к нашей взлетной площадке. Допустим, куда-нибудь вот сюда вот. Далее нам нужно будет сюда вот положить нашу топлива и запитать этот блок электричеством. Давайте мы все так же возьмем нашу батарейку. Хоп, и смотрим. Теперь наше топливо здесь начинает утекать. И оно утекает, получается, что в нашу ракету. И чтобы это все просмотреть, нам нужно будет сесть в нашу ракету и нажать на кнопочку G. Так вот у нас открывается. И как вы можете заметить, у нас здесь 100% топлива. Это получается, что целое ведро топлива у нас сюда уже заполнилось. Также у нас здесь есть инвентарь, при помощи которого мы сюда сможем что-нибудь положить. И все это доставить в космос. И теперь мы сможем с вами взлететь. Но я вам этого сейчас делать не советую, если вы сейчас находитесь не в творческом режиме, а где-нибудь тем более на сервере или в одиночке. Потому что вы просто-напросто скорее всего не вернетесь с космоса, потому что у вас просто не будет кислорода. О том, как это все делать, я вам уже расскажу в следующей части. А сейчас давайте мы просто взлетим. Вы садитесь сюда и нажимаете на пробел. Нам пишется то, что у нас нету парашюта, но мы это давайте проигнорируем. Нажимаем еще раз на пробел. Если у нас нету парашюта, то мы просто сюда не вернемся, мы разобьемся. Но давайте попробуем все-таки, чтобы вы увидели, как это все происходит. Как вы можете заметить, у нас здесь начинается такой-то отсчет, звук такой, дым идет просто вообще. И мы начинаем взлетать. Вот так вот. Вы также сможете управлять своей ракетой, но я вам не советую. Потому что если вы будете лететь перпендикулярно вашему миру, тогда вы будете быстрее долетать до космоса. Если вы нажмете на G, тогда у вас откроется такой-то инвентарь. Вы здесь можете наблюдать, как у вас топливо ваше тратится. И, как вы можете заметить, у нас, кстати, слева такая вот шкала появилась, и сейчас мы скоро уже вылетим в космос. Ну а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!